Доброго времени суток всем, с вами я на связи и сегодня покажу, как я закуриваю трубку. Правильно это или неправильно, я не берусь утверждать, но во всяком случае я так делаю на основе каких-то своих собственных наблюдений и на основе когда-то давным-давно прочитанных гайдов. Нам не хватает для видео немножечко музыки, я думаю кроме вот этой музыки никакая другая не подойдет, пускай на мое видео из-за этого и наложат желтый глазик. Если что, то это будет обоссанный глаз урона. Итак, что нам для этого понадобится? Трубка чистая, сухая, то есть полностью готовая к ее использованию. Также табак на вкус и цвет и две спички. Зачем же две? Мы их будем использовать классическим образом для поджигания, но я буду показывать как это делать, поджигать прямо сейчас. Я конечно же не буду, не хочется сейчас. Для начала мы берем табак, доставляем его немножечко в сторону и он хоть уже и порезанный, хоть он уже и ленточный, мы все равно его на столе, на столе мы его все равно разминаем, чтобы он разошелся, чтобы по нему разошелся воздух, чтобы он вот так вот погулял, погулял на свежем воздухе. Как только наш табак нагуляется, можно даже еще немножко. Мы берем трубку. Это уже, знаете, видавшие виды трубка. Очень много видов повидало. Вот. Мы берем табак. И что мы делаем? Мы пушим горку, пушим горку. И знаете, и вкладываем вот прям просто пытаясь доставить табачок донизу. Но совершенно его не утрамбовывая. То есть задача довести его до низа, но не утрамбовывать там. Потому что там должен ходить, бродить воздух. Дальше мы берем еще одну щепотку. Чуть побольше. И вот к середине трубки мы уже делаем небольшое легкое усилие. И немножечко притрамбовываем к бортикам. И дальше мы закладываем еще порцию табака. Еще более усиленно. Приминаем теперь ее к бортикам. Еще более усиленно. Ну и третью порцию совсем кверху. Но вообще желательно должно оставаться где-то примерно полсантиметра до верха. То есть где бортики кончаются. Но я люблю такую плотную побольше забивку. Когда добираемся до верха, начинаем утрамбовывать уже более сильнее к бортикам. Это нужно, ну, по многим причинам так сделать нужно. Вот. Почти уже скоро все будет готово. Но предстоит еще несколько хитростей все-таки пройти. Ни в коем случае нельзя добивать табак сверху края чаши, потому что он может улететь. В общем, это одна из причин. Он может улететь. Это будет способствовать некачественному табакокурению и так далее. Вот. Мы берем одну спичку. Делаю вид, что я ее поджег. И этой спичкой в двух-трех, знаете, где-то миллиметрах мы проводим над чашей огнем, как бы подсушивая табак. То есть по всей чаше, поводя, кругом проводим этой спичкой. Для чего это, собственно говоря, нужно? Это нужно для того, чтобы этот табачок подсушить. То есть он все равно достаточно влажный. И это его подсушит и даст более равномерное распространяющееся горение, когда вы подожжете его во второй раз. Здесь нужно секунд на 30, секунд на 40. Как бы можно даже и побольше. Но если вы находитесь на холодной улице, то можно, понятное дело, и поменьше дать табаку остыть. Дальше вы берете уже вторую спичку. Вторую спичку вы уже поджигаете по-настоящему. И, кстати, есть здесь деталь. Нужно, чтобы сера прогорела. После того, как сера пригорает, вы уже этой спичкой манипулируете над трубкой. И дальше, снова поводя, но уже в более плотном контакте над чашей, вы уже поджигаете всю табачную конструкцию. Что должно в итоге получиться? То есть как он должен гореть? То есть есть несколько факторов, посмотрев на которые, вы сможете понять, правильно это или нет. Вкус это, кстати, один из этих факторов, но мы до этого дойдем. В общем, во-первых, должно получиться равномерное горение этакого сердечника. Во-вторых, визуально вам ответят, правильно ли зажжена трубка или нет, пепел. Чем пепел светлее, чем он более белый, тем, значит, трубка раскурена правильнее. Здесь, конечно, еще качество табака сильно влияет. Ну, в общем, если у вас и правильный табак, и если вы более-менее правильно раскурили трубку, то, в общем, табак будет сгорать в белый идеальный пепел. И этот сердечник горящий, он, кстати, должен гореть равномерно от самой середины до краев, всех краев чаши. Этот сердечник должен будет уходить вниз. Прогорать и уходить вниз, сверху оставляя за собой уже сухой пепел, который у вас как бы на вкус не влияет. Ну и сам вкус, конечно, должен быть чист от гари. И, в общем, это, конечно же, далеко не все хитрости раскурки. Это лишь мое базовое субъективное видение. А хитростей есть еще много. Я буду, конечно же, рад, если меня кто-то поправит или что-то добавит в комментариях, если кто-то направит на путь чуть более близкий к истине. А с вами был я, и мы скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»